Василий Жуковский. Дорогой шла девица. Дорогой шла девица. С ней друг её молодой. Болезненные их лица, наполненные взор тоской. Друг друга лыбезают и в очи, и в уста, и снова расцветают в них жизнь и красота. Минутное веселье. Двух колоколов звон. Она проснулась в келье. В тюрьме проснулся он. Вот такой замечательный стих, который я сегодня решил озвучить колокольчиками из моей коллекции. Сегодня чего вдруг ради такой замечательный стих, который написал Василий Жуковский, русский поэт, романтик, переводчик, литературный критик и педагог. Дело в том, что он родился именно сегодня, 9 февраля, только в далёком 1783 году, 237 лет назад всего-то. Василий Андреевич Жуковский родился в селе Мишинском Тульской губернии в семье помещика Бунина. Матерью будущего поэта была пленная турчанка Сальха, привезённая во время войны крестьянами из-под крепости Бендеры и подаренной Бунину. Хотя воспитывался Василием в семье Бунина, фамилию и отчество он получил от своего крёстного отца, бедного дворянина Андрея Жуковского, жившего в Бунинском доме. Учился сначала в Туле, в частном пансионе, затем его поместили в благородный пансион при Московском университете. Ещё находясь в пансионате, стал печатать стихи, а в 1802-м приобрёл известность, опубликовав вольный перевод религии английского поэта Томаса Грея «Сельское кладбище». На нашествие Наполеона в 1812 году Жуковский откликнулся патриотической поэмой «Певец. Восстание русских воинов», был в рядах ополчения, видел Бородинское сражение. К 1815 году, когда вышло первое собрание стихотворений Жуковского, его считали уже лучшим русским поэтом. Тогда же Жуковский был назначенным учителем русского языка в царскую семью, а в 1826-1841 годах он состоял наставником наследника престола, впоследствии императора Александра II Жуковский. Один из основоположников русского романтизма в элегиях и балладах впервые с необычайной искренностью открылся читателю «Внутренний мир. Оттенки душевных движений поэта». Стих его музыкален, певуч, богат полутонами и нюансами, исполнен по выражению Пушкина пленительной сладости. Жуковский наряду с батюшком фактически создал нашу лирику, проложил множество новых троп для русской поэзии. Несмотря на свою веру в божию промысел и монархическое убеждение, поэт защищал при дворе многих деятелей, гонимых царизмом. Под его покровительство попали Пушкин, другом которого он был декабристы Тарас Григорьевич Шевченко. Жуковский, классик поэтического перевода, он познакомил русскую публику с лучшими образцами мировой поэзии. К тому же он является автором слов Государственного гимна Российской империи «Боже, царя храни». Последние годы жизни он провел за границей. Его последняя работа «Непревзойденный период Одиссея и Гомера» дожил Василий Андреевич Жуковский до 24 апреля 1852 года в Баденбаде, не Германия. Но это будет, будет, а пока мы празднуем день рождения русского поэта-романтика, переводчика, литературного критика, педагога Василия Андреевича Жуковского. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.